Всем привет, ребята! Так, ну, есть вам кое-что рассказать важное и нужное. Итак, провели мы большую физическую встречу по поводу приложения в социальной сети Северный Человек. Да, пришлось прям нашего айтишника приглашать с Москвы к нам в Воронеж, потому как я вообще в отпуске нахожусь на данный момент, но в Воронеже встречи нужные провожу все-таки, поэтому пока есть времечко, встречу провели. Также были у нас еще несколько юристов на встрече, которые непосредственно специализируются на авторском праве, как правильно все оформляется, да, цифровые технологии и так далее. Что могу сказать вам по поводу данной встречи, потому что есть что рассказать по поводу приложения в социальной сети Северный Человек. Во-первых, затянулась у нас процесс, затянулся, потому как, ну, ребят, тщательно прорабатываем всю документацию. Вот прям оформляем так, чтобы потом, не дай бог, не сняли с трассы приложения по какой-то банальной причине. Все просчитали, все нормально, осталось доделать там тех задания и, в принципе, понятийность уже имеется, как что оформлять. На данный момент доделывается три дополнительных пункта с нашим соглашением по регистрации, созданию приложения в социальной сети. После этого мы все подписываем, я вам об этом сообщаю, и идет первый залив первых денег на создание. Рассказываю, после того, как подписаны все наши бумаги, я вам сообщу, примерно 125 дней уйдет на создание, это учитывая тесты. Поэтому я думаю, что при всех максимальных рисках должны мы успеть к осени запуститься. Это как раз начнется сезон, люди вернутся с отпусков, студенты приют и так далее. Что еще хочу сказать? Появился дополнительный функционал, который мы на встрече сразу рассмотрели с нашим айтишником Павлом, да? Он показал дополнительные функции. Ну, что я могу сказать? Блин, ребят, действительно, социальная сеть и приложение Северный человек, это будет большой, универсальной площадкой, которая, в принципе, будет также подходить людям, которые физически пока еще не состоят в объединении, но просто данное приложение, социальная сеть, они будут реально очень помогать людям. Даже если вдруг ты не состоишь, ты прошел всю проверку по всем данным, ты прошел проверку, тебя зарегистрировали, пожалуйста, пользуйся благами, потом люди также будут еще втягиваться в остальную работу. То есть там целая большая экосистема, каждая из которых ячеек питает друг друга вне зависимости. То есть большая-большая система для наших людей. То есть даже если ты не состоял в Северном человеке, ты не ходишь на встречи в спортзал, в литературный клуб, у тебя нет на это времени. Но у тебя есть время помогать кому-то непосредственно в приложении. А потом уже, поверьте мне, люди просто будут сами втягиваться в штаб-приложение, там будет много чего интересного происходить для людей. Уже будет самоорганизация, в принципе, да? И люди потихоньку будут уже больше иметь интереса к непосредственной физической деятельности. Туда будет включено полностью все, я говорил, там и кнопка SOS, и ЧОП, и бизнес, и спорт, и литература, и образование, и мероприятия. Там большущий функционал. Поэтому встречу провели, вот я вам рассказал. Как только подпишу бумаги и пойдут первые разработки, я вам тоже сообщу, буду держать вас в курсе всех новостей. И самое главное, самое главное, что было решено на данной встрече. Мы будем делать официальную презентацию того, как будет работать приложение, прежде чем его запустить. Я думал сделать физическую, типа в Москве, там тысяча на три зал, да, три тысячи человек. Но люди же будут пользоваться со всей Российской Федерацией, им действительно будет интересно тоже посмотреть, что там будет. Поэтому придется делать как бы прямую трансляцию. Для того, чтобы сделать прямую трансляцию из хорошего ночного клуба, это как бы дополнительный бюджет. Сам клуб, это бюджет, плюс трансляция бюджет. Поэтому я думаю, что физическую встречу мы делать не будем, потому что там сейчас стопудово подорвутся опять всякие там недовольные всем подряд. Напишут заявы, будем ходить в голову делать. Поэтому, скорее всего, я просто сделаю грамотную презентацию вместе с айтишником, с хорошей видеоаппаратурой, с хорошим звуком. Всех предупрежу. Выберем площадку, чтобы она не рухнула. И в прямом эфире, пожалуйста, там 50-100 тысяч человек спокойно могут сидеть, смотреть презентацию. Как будет работать приложение, как будет проходить регистрация, что и к чему, и от чего. Это будет большая презентация, часа на три. Я буду, естественно, заранее предупреждать. И вот. Поэтому вот так, в принципе, это такая довольно-таки хорошая, радостная новость. Потому как у меня сейчас основной уклон идет именно на создание приложения. Потому как, еще раз говорю, это упростит абсолютно всю работу для разных общественных организаций. Не только северного человека. Это будет большой такой, не знаю, как правильно сказать, отдушенный, блин. Поэтому дальше буду лежать в курсе. Всем большое спасибо. Работаем дальше. Северный человек. Разум и сила.